МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас уже сложно представить современную жизнь без мобильника, поэтому праздник этот является значимым событием для всех. А что нового и интересного произошло в городе-регионе, расскажем прямо сейчас. Глава города Андрей Шубин провел еженедельное рабочее собрание. Праздник Бенефис – сказочник Датского королевства, провели для школьников детской библиотеки. Есть ли для многих ребят знакомы такие сказки, как «Дюймовочка», «Снежная королева». С самых юных лет юных десногорцев приобщают к прекрасному. Я хочу показать, как я умею играть на скрипке, и чтобы тоже кто-нибудь пошел в музыкальную школу. Весна, красота, любовь – девиз весеннего утренника в детском саду «Дюймовочка». Всем привет! Привет! Что это? Привет! Нарядные! Узнавить только! Да! В ходе рабочего визита губернатор Алексей Островский посетил детский сад «Ромашка» в поселке Верхднепровском. Глава проинспектировал, на что были потрачены средства, выделенные на реконструкцию социальных объектов из резервного фонда президента. На сумму более трех миллионов рублей в саду были отремонтированы группы, лестничная клетка, окна заменили на пластиковые. В этом году «Ромашка» вошла в программу «Доступная среда» и в ближайшее время запланировано расширить дверные проемы, установить пандусы и специальное сантехническое оборудование для детей-инвалидов. Также были выделены средства и на модернизацию Дорогобужской школы. Постепенно, начиная с прошлого года, в школе номер два заменили все оконные блоки, отремонтировали пол, двери и увеличили сцену, на которой ученики готовятся к Всемирной танцевальной олимпиаде в Москве. 2 апреля в администрации Десногорска представители городских инфраструктур отчитались о проделанной работе за неделю и рассказали о предстоящих мероприятиях в городе. Андрей Шубин начал совещание с важного сообщения. В рамках ежегодного экологического мероприятия «Зеленая весна» в городе начались работы по уборке территорий. К наведению порядка в Десногорске привлекаются не только организации и руководители предприятий, но и неравнодушные горожане. Я сейчас прощаюсь ко всем нашим уважаемым жителям принять участие на данном мероприятии, чтобы наш город после зимы проявлял свой прежний вид, красивый, благоустроенный, зеленый. Ну и думаю, что мы будем работать все вместе. На следующей неделе, с 8 апреля, начнутся испытания магистральных тепловых сетей на максимальную температуру. Работы будут проводиться совместно со Смоленской атомной станцией и завершаться до 12 апреля. Будут у нас ограничиваться потребители по горячей воде и отоплению в малоэтажной коттеджной застройке. Связано это с мерами по безопасности при проведении испытаний. Отвлечься от трудовых будней и провести досуг с пользой жители и гости Десногорска смогут 4 апреля на творческом вечере заслуженной артистки России Анны Большовой, который состоится в Центре культуры и молодежной политики в 18 часов. Также 6 апреля в 10.00 на стадионе АО «Атомтранс» состоятся 14-е межрегиональные детские этнические казачьи игры «Казарлав-Десногорске» в программе «Кластунское многоборье», «Катание на лошадях», «Игры и многое другое». Весной просыпается природа, а вместе с ней и клещи. В городе уже зарегистрирован первый укус опасным насекомым. Жителям города рекомендуется осматривать после прогулок по лесу не только себя, но и своих питомцев, чтобы избежать серьезного заболевания. Спасатели и пожарная городская инспекция в нештатной ситуации в Десногорске не зафиксировали. Муниципальные системы оповещения проверены и функционируют в обычном режиме. Билеты Ефименко, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Сократить процесс поступления в ГИТИС смогли молодые театралы. В Смоленске в Центре народного творчества прошло прослушивание, по итогам которого вяземская школьница и два смоленских подростка прошли строгий конкурс. Татьяна Васильева, актриса и преподаватель ГИТИСа, ведущего театрального вуза страны, лично проводила отбор абитуриентов. Испытать удачу решили восемь юных артистов, но попасть сразу на второй тур прослушиваний в столичном театральном вузе смогут только трое. Ребятам уже не придется проходить предварительные и первые туры. В эти же дни прослушивания проводятся в Самаре, Мурманске и Красноярске. Этот уникальный эксперимент дает возможность начинающим артистам попробовать свои силы на профессиональном поприще и реально оценить свои возможности. 2 апреля книголюбы во всем мире отметили Международный день детской книги, приуроченный ко дню рождения выдающегося сказочника Ганса Христиана Андерсена. Не осталось это событие в стороне и от юных десногорских читателей. На праздники книги побывала и наша съемочная группа. Праздник полностью был посвящен жизни и сказкам Андерсена. Поэтому ребят ждала насыщенная познавательная и развлекательная программа. Организаторы рассказали школьникам о жизни знаменитого датского писателя. Дети узнали, где родился Ганс Христиан Андерсон, как прошло его детство и юношество. Узнали они и об интересных увлечениях сказочника, о которых не знали раньше. Сад будет придумывать пьесы, делать декорации из бумаги и разыгрывать представления. На мероприятии школьники смогли не только узнать много нового и интересного, но и посмотреть фрагменты любимых мультфильмов. Добрые и искренние мультфильмы по сказкам Андерсена «Всегда со счастливым концом» и «Победой добра над злом» ребята видели и раньше. Но мало кто знал, что любимая многими сказка про гадкого утенка написана писателям о себе. Познавательная викторина, которую провели детям, показала хороший уровень их знаний. Все школьники отвечали на вопросы правильно, так как сами прочитали немало сказок писателя. «Русалочка» мне нравится больше всего, потому что там сюжет мне рассказывает дедушка еще в четыре года и до сих пор ее помню. Там мне очень сильно понравился сюжет, когда бедная девушка отчаялась, потому что ее суженный не согласился на ней жениться, он был очарован другой и она бросилась просто в море и по соглашению ведьмы она просто стала пеной. Участники сказочного праздника мероприятием остались довольны. Мне понравилось, потому что это мероприятие было поучительное и нам много чего рассказали. И по доброй традиции совместное фото на память с праздника детской книги завершило увлекательную экскурсию в сказочный мир Ганс Христиана Андерсона. Велита Ефименко, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Житель Смоленска обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Мужчина всего на пару часов оставил транспортное средство возле дома по улице Беляева. Но когда вернулся, машины на месте не было. Ориентировку на розыск полицейские сразу передали всем нарядам и обнаружили похищенный автомобиль в Десногорске. Он был припаркован в районе гаражно-строительного кооператива. Угнал машину у хозяина, житель Духовщинского района. Сначала, чтобы просто доехать на ней до Десногорска, а потом разобрать на запчасти и продать. На похитителя уже возбуждено уголовное дело. За данное преступление ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Как день начнешь, так его и проведешь. Поэтому в детском саду «Дюймовочка» танцевать и петь решили с самого утра. Зарядиться бодростью решили и наши корреспонденты. Утром у многих хватает сил только на то, чтобы заварить чашку кофе. А в этом детском саду решили использовать другой подход. День танца здесь – это регулярный праздник, которым ребята отмечают приход весны и заряжаются соответствующим настроением. Девиз праздника говорит сам за себя – весна, красота и любовь. И это полностью отражается в происходящем. Ребята подготовили дружные и артистичные номера, а гостем мероприятия был сам Карлсон. Всем привет! Привет! Что это, Маталья? Привет! Нарядные! Узнавицу это? Да! Здесь были и танцы, и стихи, и песни. Совершенно точно, это был больше, чем просто утренник. Очень много танцев, очень много движений, вот дети меньше сидят. Подготовке и энергии детей можно было позавидовать. Если и встречать приближающееся лето, то только так. Олег Славаёв, Юлия Собольева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Воспользовался русским гостеприимством и задержался в России надолго. Гость из Нигерии. Мужчина приехал в страну на чемпионат мира по футболу и въехал по паспорту болельщика, но уезжать не спешил. Напомним, что срок действия данного документа закончился для любителей футбола еще 31 декабря 2018 года. И нахождение иностранцев на территории России, а главное пересечение ее границ является незаконным. Нелегала Навбузор Самуэля Абина задержали в Белоруссии, куда он выехал из России. В настоящее время житель Нигерии депортирован на родину. По данным Миграционного управления МВД России, по паспорту болельщика после завершения чемпионата осталось около 12 тысяч человек. Больше половины из них уже отправлены домой. Хороший музыкальный вкус ценится всегда и везде. Овладение музыкальным инструментом у Мини, которым могут похвастаться очень немногие. Не терять времени сря предложили в детском саду «Лесная сказка». Балалайка, домра, гитара, фортепиано и скрипка. Этот день для воспитанников детского сада «Лесная сказка» стал настоящим открытием. Продемонстрировать свое мастерство и возможности музыкальных инструментов вызвались ученики Десногорской музыкальной школы. Миссия важная и благородная. Возможно, среди этих юных зрителей окажется будущий Шопен, Шуберт или Чайковский. Им нравится, они с радостью слушают, воспринимают, впитывают в себя эту энергию. Мероприятие традиционное и проводится уже в седьмой раз. И важность его понимают как преподаватели, так и сами музыканты. Ведь именно от их подачи зависит, загорятся ли глаза у юных зрителей. Я занимаюсь скрипкой уже четыре года. Учусь на двух отделениях. Мне это очень нравится. Я хочу показать, как я умею играть на скрипке, и чтобы тоже кто-нибудь пошел в музыкальную школу. Умение играть на музыкальном инструменте – это не только замечательное хобби. Это навык, который прекрасно дополняет духовное и интеллектуальное развитие личности. И коротко о погоде. 4 апреля в Десногорске переменная облачность. Днем 9 градусов тепла. Ночью до минус трех. На сегодня это все новости. Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами была Виолетта Ефименко. До новых встреч!